Стали известны некоторые моменты из новой главы Баруто. Точнее сказать, слили сканы из этой главы, и мы узнали примерную картину боя. Всем доброго времени суток, с вами Анизора. Давайте попытаемся понять, что будет в главе и вообще в целом предсказать интересные повороты в сюжете. Ибо как стало известно название главы, цена использования, битва против Оо Цуцуки Ишики начинается. Разберем же, что означает это слово цена. Но перед этим я вас, наверное, порадую очень четким и качественным каналом с анимациями. Чтобы вы понимали, чувак целое аниме делает, и у него уже три серии даже вышли. Я уверен, вам не то, что понравится его анимация, но вы еще и угорать с этой рисовки будете. Обязательно переходите на канал и оценивайте сей шедевр, и напишите ему, что вы от Анизора. Ссылка, конечно же, будет в описании. Ну а мы, быленько, приступим. Я желаю вам наиприятнейшего просмотра. Ну, если посудить по сканам, то явно видно, что Ишики с легкостью избивает Наруто и Саски. По крайней мере, по тем, что нам слили. Вроде бы, бой и происходит. Типа, они тягаются, как-никак. Но отсутски их раскидывает, что, собственно, было ожидаемо. И никого это не удивило, я думаю. Мне понравился сам момент, что Боруто кинулся спасать Саски. И, конечно же, у него это получилось. Только вот мне интересно стало, как это получилось. После проведения удара, Катаной перед Ишики разошелся дым. Будто бы и развеялся клон. Быть может, Боруто оставил клона позади и сам ринулся к Саске, чтобы тот, схватив его, заменил их с клоном. И так разошелся этот дым. Но смысл в этом какой, я не пойму. Если тоже можно было провернуть и без самого оригинала Боруто. Может быть и так, что Боруто как-то их обеих там заменил. Но каким образом, пока что непонятно. Однако сам факт того, что Боруто спас своего учителя, присутствует. А теперь разберем название главы. Почему-то мне сразу вспомнилось то, что это может быть отсылка. Или же прямой посыл к тому, что один из троицы должен чем-то пожертвовать. А что это значит, спросите вы? Ну, допустим, что у каждого из них есть чем пожертвовать. Если в случае Наруто и Саски это жизнь, то в случае Боруто это просто риск. А может и жизнь, но не собственная. Поесть не у к чему я клоню. Тот же Наруто вполне может юзнуть технику, которая невероятно мощная, но взамен забирает жизнь. А то есть он может повторить историю своего отца 4-го Хакаги Минато на Микадзе. И вызвать бога смерти, чтобы запечатать ишики раз и навсегда. Но, как я и сказал в прошлом видео, я считаю это бредом с той стороны, что это опять-таки будет повторение. А в данном случае даже двойное. Типа не то, что повторение запечатывания, как и с Кагуи, но и повторение истории Минато. Так что давайте этот вариант сразу опустим. Что же касается Саски, чем он-то может пожертвовать? А тем, что может быть так случится и Наруто будет убит ишики. Тогда Саски с помощью техники воскрешения оживит его. И взамен, конечно же, погибнет сам. Однако, в каком роде это будет действовать и в какой момент, непонятно. Как по мне, если Наруто погибнет еще до конца сражения, а то есть ишики еще будет достаточно сильен и не уставший, то Саски вряд ли так сделает. А если учесть, что Наруто сильно ослабит ишики и погибнет, а Баруто и Саски добьют его, и тогда уже после победы воскресить Наруто, мне кажется, более похоже на Саски и более вероятно. Но опять же, этот вариант для меня тоже маловероятный. Объясню, почему дальше. Ибо мы сейчас поговорим о самом логичном и, скорее всего, стопроцентном варианте. Опять же, вспомним название главы. Цена использования или же цена применения. Эти слова можно отнести и к использованию режима. А какого режима, думаю, вы уже догадались. Баруто использует режим Мамашики для того, чтобы одолеть ишики. Ибо Наруто и Саски сильно проигрывают и не могут уже ничего сделать. И тут Баруто приходится использовать данную силу. Но даже после того, как он победит ишики, Мамашики не остановится и уже нападет на наш дуэт или же деревню. Так это еще и более-менее позитивный исход. Быть может даже так, что Мамашики решит объединиться с ишики. Вот тут и настанет кабздец всему и вся. Но судя по отношению Мамашики к другим, то это очень вряд ли. Давайте расскажу вам, как лично я вижу картину. Наруто и Саски еле держатся с ишики. Даже способствуют тому, что он ослабевает. Но все равно проигрывают ему. И тут Баруто вступает в бой и использует силу Мамашики. И конечно же побеждает ишики. Однако перед смертью тот успевает одарить кармой Каваки. Это тоже будет интересно увидеть, как это произойдет. Так вот, ишики побежден. Но Мамашики не намерен останавливаться. И тут Саски, выполняя свое обещание, пытается остановить Баруто и наносит ему удар прямо по глазу. В этот момент и появляется шрам Баруто. Но глаз, как мы помним, не пострадал. А то есть может быть так, что это как раз время для выхода Джоогана, который в манге еще не показывался. И который защитит глаз и подавит силу Мамашики одновременно. Но вот тут один вопрос касательно того, почему у Баруто будет одежда Саски. Либо он сам даст ему ее, либо Саски в бою с Мамашики погибнет. И этот удар по глазу будет его последней атакой перед смертью. Но это я считаю еще рано. А именно, что смерть одного из дуэта. Так что все сложно предсказать. Но картина будет примерно такая. Остается только гадать, будет ли весь бой в этой 50-й юбилейной главе или же нет. Но с учетом того, что это особенная юбилейная манга, я жду большего от этой главы. Но мне очень интересно, какой вы дальнейший исход видите. Какие мысли у вас возникают от данных событий. Судя по слитым сканам, Каваки тоже уже очнулся. И скоро, скорее всего, встрянет в битву. Ибо Ишики-то должен как-то дать ему карму. Вот блин, нравится мне в Баруто то, что вроде и все понятно. Мы понимаем примерно, что ждать. Однако, авторы не дают нам возможности быть уверенным и в том, что мы предполагаем. Вот это и создает интригу ждать и читать с удовольствием эту мангу. Кстати, говоря в целом, я тут подумал, что Наруто и Саски в принципе ничего нового с момента битвы с Кагуей так и не показали. Нам демонстрируют только физику и тайдзюцу этих двоих в основном. Но неужели за такое долгое время, ничему большему эти двое так и не научились? Я в этом сильно сомневаюсь. По крайней мере, тот же Саски долго путешествовал и должен был хоть чему-то-то научиться. А может, как раз в этом бою нам и покажут их новые техники? Или же еще какую силу? Как по мне, это было бы очень даже здорово. А вот что думаете вы? Обязательно пишите в комментариях. Ну а на этом я, наверное, заканчиваю. Как выйдет сама глава, сделаем стрим с прочтением и я сразу же сяду за обзор. А пока что на этом все. Если же вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал и, конечно же, ставьте лайки. С вами, как всегда, был ваш Анизора. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok